Значит, возвращаемся к экономичному отношению. Не у всех ведомств, не у всех объектов имеются запасы материальных средств. Допустим, для того, чтобы их использовать при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Именно с этой целью, в основном, указывается, что при возникновении чрезвычайных ситуаций такие-то объекты оказывают совместие такого объекта. И в последующем это возвращается материальное средство данному тому, кто оказал такое совместие. Вот в целом, как должно организовываться взаимодействие, взаимоотношение в рамках государственной системы предупреждения действий в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций. Кто не ходил? Есть вопросы? Если вопросов нет, переходим к гражданинам следующие часа. В современных условиях именно правовыми отношениями должны быть закреплены и обречены материальные нормы всем выработанным принципам человеческого общежития. Роль государства и каждого члена в жизни общества. Проблема природной экономики безопасности была намного идентична. Вопросы защиты населения и территории от опасности возникающих предъявлений военных действий или вследствие этих действий. То есть, вот часто некоторые задаются вопросы. Вот мы ведем речь о чрезвычайных ситуациях. И тут же параллельно говорим о возможных боевых действиях, которые могут возникнуть в связи с началом вооруженных конфликтов. Почему так делается? Дело в том, что опыт развития человеческой цивилизации показал, что вот такие кризисные ситуации возникают не только в результате природы и техногенных катастрофов, но и в условиях, когда возникают вооруженные конфликты. И ущерб, что от техногенных катастрофов, воедок почти одинаковый. И порядок реагирования на эти чрезвычайные ситуации, по сути дела, одинаковый. И поэтому мы всегда должны быть готовы не только к чрезвычайным ситуациям, но и к вариантам возможного вооруженного конфликта, когда также придется решать вопрос по обеспечению безопасности населения. Вспомните, значит, билют Второй Горовой войны, когда большое количество населения из западных районов бывшего Советского Союза было передислоцировано в Центральную Азию, и здесь были в кратчайшие сроки организована работа завода по производству военной пихи для отправки их на трон. Вот вам пример реагирования на чрезвычайных ситуациях. Государственная система предупреждений и действий чрезвычайных ситуаций в Республике Зуикстан объединяет органы управления силой и средствами органов государственного и хозяйственного управления, органов государственных ситуаций на местах и других организациях, полномочия которых входит в решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. То есть государственная система у нас пронизывает все органы управления снизу доверху. Идет связь как снизу вверх, допустим, в Бакаля. Информация идет о том, что в Бакале, в таком случае, произошла чрезвычайных ситуациях, вплоть до примерки местных. Здесь областной уровень, здесь находится территориальный уровень. Это район, город и Махаля. И вот если произойдет чрезвычайная ситуация в Бакале, то информация о событиях доходит до примера министра. И реакция по оказанию помощи защите населения на Бакалинском уровне зачастую принимается на уровне города, района, области или на самом, значит, высоком уровне. Пример. Когда произошел сход оползня в Англии, в Англии это было в 91-м году, туда прибыл президент Республики Узбекистан Ислам Абдугадий Чахарин, который обошел место данного, значит, стихийного бедствия и конкретно дал распоряжение руководителям всех уровней для того, чтобы экстренно оказать помощь у населения для ликвидации последствий и создания нормального условия и жизнедеятельности. То есть здесь существует прямая и обратная связь. Кто это не будет? Вот это и означает государственная система, когда здесь вопросы в разнообразии защиты населения отчеркучаемых ситуаций решаются на всех уровнях и имеется прямое взаимодействие снизу вверх и сверху в улицу. Если вопросов нет, переходим к следующему. Каковы же основные задачи ДСЧС в Республике Узбекистан Ислам Абдугадий Чехарин? То есть какие задачи решает государственная система? Первое. Осуществление государственной политики в области защиты населения и территории от ЧАЭС. Коротко запишем. Осуществление государственной политики разработка и реализация нормативно-правых актов осуществления государственной политики разработка и реализация нормативных правых актов в области защиты населения и территории. Осуществление государственной политики, разработка и реализация нормативных правых актов в области защиты населения и территории. Это первая задача. Вторая задача. Прогнозируем возможность на территории Республики ЧАЭС оценки их социально-экономических последствий. Третья задача. Разработка и реализация целевых и комплексов научно-технических программ, направленных на предупреждение ЧАЭС. Разработка и реализация целевых и комплексов научно-технических программ, направленных на предупреждение ЧАЭС. Четвертая задача. Обеспечение постоянной готовности к органам управления сил и средств предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧАЭС. Обеспечение постоянной готовности органам управления сил и средств предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Обеспечение постоянной готовности к органам управления сил и средств предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧАЭС. Обеспечение постоянной готовности органам управления сил и средств предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧАЭС. Обеспечение постоянной готовности к органам управления сил и средств предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧАЭС. Сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территории. Сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территории. Следующая задача. Подготовка населения. Должностных лиц органов управления. Подготовка населения. Должностных лиц органов управления, подготовка населения, Должностных лиц органов управления, сил и средств ВСЧС, Подготовка населения, Должностных лиц органов управления, сил и средств ВСЧС, действия ЧС. Следующее. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧЭС. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧЭС. Следующая задача. В области защиты населения, осуществления государственной экспертизы и контроля, в области защиты населения и территорий от ЧЭС. В области защиты населения и территорий от ЧЭС. Следующая задача. Ликвидация ЧЭС. Ликвидация ЧЭС. Ликвидация ЧЭС. Следующая задача. Осуществление мероприятий по социальной защите населения пострадавшего от ЧЭС. Осуществление мероприятий по социальной защите населения пострадавшего от ЧЭС. Осуществление мероприятий по социальной защите населения пострадавшего от ЧЭС. Следующая задача. Реализация прав и обязанностей граждан в области защиты населения и территорий от ЧЭС. Реализация прав и обязанностей граждан в области защиты населения и территорий от ЧЭС. Реализация прав и обязанностей граждан в области защиты населения и территорий от ЧЭС. Реализация прав и обязанностей граждан в области защиты населения и территорий от ЧЭС. Следующая задача. Международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от ЧЭС. Международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от ЧЭС. Международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от ЧЭС. Международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от ЧЭС. И последнее. Обеспечение оптимальной системы страхования от возможных ЧЭС. Обеспечение оптимальной системы страхования от возможных ЧЭС. Обеспечение оптимальной системы страхования от возможных ЧЭС. Теперь давайте коротко рассмотрим каждую их задачу. То есть сейчас вы записали, какие основные задачи должны решать вот эта государственная система по предупреждению действий ЧЭС, начиная от Махави и заканчивая премьер-министром. Конкретно каждую их задачу. Первое. Осуществление государственной политики, разработка и реализация нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий, в чрезвычайных ситуациях, в мирном и военном времени. О чем ее речь? Любая деятельность государства, в том числе и сфере гражданской защиты, предполагает разработку следующих документов. Первый документ про это, когда это начинается изучение какой-либо деятельности, разрабатывается что? План? План. Действие. Вы вообще до такого уровня еще не развелись, мне кажется, да? Разрабатывается доктрина. Доктрина. На основании доктрины разрабатывается концепция. Доктрина – это если охватывает всю сферу какой-либо деятельности, то конкретно концепция охватывает какую-либо часть этой доктрины и раскрывает ее ширину. И стратегия. Доктрина, концепция, стратегия. Стратегия, как правило, составляется на 3-5 лет. У нас какая же стратегия? 5 лет. Вот и в сфере гражданской защиты должно быть доктринальный подход, распорабатывается концепция, допустим, концепция организации гражданской защиты в условиях горной местности. Потому что везде светит и каратор. Для родительной местности одна специфика. Для железнодорожного транспорта должна быть своя концепция. Потому что она отличается от специфики. И должна быть стратегия. Это конкретный планирующий документ на 5-летний, 2-летний период, который учитывает сегодняшнюю ситуацию специфика. И вот как раз первая задача, прежде чем это, вы будущие руководители должны себе четко усвоить. Прежде чем начинать планировать какие-то важные задачи, осуществлять какую-либо деятельность, надо в первую очередь изучить обстановку и выработать вот эти документы. Тогда ваше действие в конкретной сфере будет иметь результат. Потому что вы не с воздуха взяли какую-то проблему и начали реализовывать. А именно, вы проанализировали и с учетом складывающейся ситуации выработали свою политику для решения этого вопроса, в том числе и сфере гражданской защиты. Когда вы эту политику выработали, политика, допустим, это какие-то моски, это не картина. Вы отмечаете, видите, вот это картина. Картина, как организовать граждан. А политика, это тезис. Вот эти вот эти палочки, кто должен чая, но в целом не раскрывает свой смысл. И вот, когда политика обозначена в форме доктрины, тогда разрабатываются уже конкретные, конципальные подходы в каждой сфере деятельности. Кто не понял. Вот это, что касается первой задачи. Вторая. Прогнозирование возможностей на территории службы чрезвычайных ситуаций оценки социальной экономической последовательности. То есть, именно не Ишматов, не Полшматов занимается прогнозированием, где может возникнуть чрезвычайные ситуации. А именно, вот эта вся система, государственная система чрезвычайных ситуаций, она, каждая на своем участке, разрабатывает критерии оценки складывающейся ситуации в сфере гражданской защиты. На уровне премьер-министра его штаб гражданской защиты разрабатывает оценку для всей республики, для всей нашей страны. На областном уровне специалисты, входящие на предпринимательное управление, конкретно, как меня, они разрабатывают оценку масштаба области на районном области, на районном уровне, то есть масштаба района, на городском уровне, масштаба. И в Махаве, каждый насосокал должен знать, где может возникнуть у него на территории чрезвычайных ситуаций. и должен четко представлять, как необходимо действовать в складывающейся ситуации при возникновении чрезвычайных ситуаций. Что такое оценка? Кто скажет, что такое оценка? Что такое прогнозирование и оценка? Кто скажет? Прогнозирование. Прогноз. Что такое? Прогнозирование. 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 Что такое прогнозирование? Вот мы сейчас распрасываем задачи. Здесь написано. Прогнозируем возможно на территории чрезвычайных ситуаций. Оценка этих социальных и экономических последствий. Пожалуйста. Прогнозируем теки, которые вот, например, можно его так сказать? И все kurzи и и Средний артекий артекий.